«Как научиться читать» – видеозадача, где вы спрогнозируете развитие системы образования вместе с кандидатом психологических наук, автором технологий развития детей и автором книг Людмилой Аполлоновной Ясюковой. Ильконин внедрял свой метод, он чтение называет «озвучивание графических символов». На самом деле, озвучивание графических символов – это музыка, а чтение – это понимание графических символов, осмысливание. Но поскольку теоретически уже давно все привыкли, что чтение – это озвучивание графических символов, то вы знаете, как происходит проверка техники чтения. На первом месте скорость, читать ребенок должен быстро, громко. На первом месте скорость, на втором – безошибочность, на третьем – выразительность и только на четвертом – понимание. Если ребенок читает быстро и выразительно, то понимание обычно не спрашивается. Читать текст и понимать его – не одно и то же. Ну, у меня есть тест навыка чтения, очень простой. Здесь отрывок из сказки приведен. У меня он именно как тест уже давно доказан, обоснован. И нужно просто вписать слова, которые по смыслу там подходят. Вот. К сожалению, нормально выполнить тест может только около 30% 11-ти классников, выпускников. То есть там нужно, если ребенок вставляет 8 слов и более правильно, то смысловой единицей восприятия текста является целое предложение. То есть, в принципе, он умеет читать нормально. То есть он сразу схватывает смысл целой фразы и может прочитать все, что угодно. Таких детей из начальной школы выходит 2-3 человека на класс. И заканчивают школу 11-й класс около 30% умеющих читать. Я преподавала в Институте психологии и социальной работы. И у меня на втором курсе были студенты, которые не справлялись с этим навыком чтения. То есть читать не умели. У меня были и десятиклассники, которые... Ну, мне приходила девочка, мама привела, я профотбором, профориентацией занимаюсь. И она говорит, куда нам пойти? Я говорю, а в чем проблема? Она говорит, ну, у меня девочка дисграфик. Хорошо, этот тест я даю ежегодно со 2-го класса по 11-й. И даю взрослым тоже. И даже тогда, когда дети ежегодно его выполняют, если они читать не научились, они с этим не справляются. Вот эта девочка вставила правильно два слова. Я говорю, она же читать не умеет. Ну, да, не умеет. И без понимания информации анализировать и работать с ней невозможно. То есть можно учиться в школе и не уметь читать. Когда слушают уроки, когда родители что-то объясняют, показывают, считать может, отвечать на вопросы может. Если поставлен диагноз официально дисграфик, письменных работ с них не требует. И дальше я говорю, ну, вот идите в Институт психологии и социальной работы. Она его закончила. Так что, как бы, не читающих у нас много. Если ребенок вставляет правильно 5-7 слов, то смысловой единицей восприятия текста является словосочетание. То есть простые предложения, короткие, он читать может. Простые тексты, где фразы короткие, читать может. Но литературные произведения читать не может. То есть когда у Толстого, например, сложно подчиненный, где 4 штобы, он повисает на середине и не понимает, о чем идет речь. Сложные фразы Достоевского, Тургенева. То есть книг эти дети не читают, а их 70% выпускников, именно потому, что они не понимают про что. То есть они просто не видят смысла. Особенно, если там описание природы, если там какие-то философские рассуждения, моральное метание героев. То есть все для них, как бы, они теряют смысл, когда читают, не понимают про что. Они могут еще читать там, где какой-то диалог, короткие фразы, ну, как в детективах, что-то попроще, и то не всегда. Если фразы построены сложно, читать не могут. То есть то, что старшеклассники и взрослые, молодежь мало читает или не читает вообще, это проблемы не компьютеров, не проблемы телевизоров или еще чего-то, а проблемы начальной школы. То, что детей не научили читать вообще. А для интеллектуалов 21 века это ключевой навык. Но достаточно много, и если дети не умеют, вот у них неполноценный навык чтения, только словосочетание является смысловой единицей восприятия текста. Они не только не могут читать литературу художественную, они не могут писать сочинений. То есть они не могут построить грамотную фразу. И вот построение фразы, у них фраза корявая, несогласованные слова вроде числе и падеже, и поэтому писать сочинения они не могут. У нас ЕГЭ не от хорошей жизни. У нас большинство детей сочинений писать не в состоянии. И сейчас сочинения уже и в седьмом классе дети не пишут. Они пишут ответы на вопросы на треть страницы по произведению, потому что читать не умеют. То есть у нас подстраивается система образования под дефективное образование начальной школы. Для постановки навыка рекомендуем письменно ответить на все вопросы и видеозадачи. Какие пробелы школы и вуза отмечает героиня видеозадачи? К каким последствиям это приводит большинство людей? Как эти пробелы закрывают для себя интеллектуалы? Ваши варианты ответов на вопросы по видеозадаче и варианты обхода проблемы оставляйте в комментариях к этому видео. Рекомендуем вам посмотреть базовые видео и проработать дополнительные материалы, чтобы глубже разобраться в теме. Все ссылки будут в описании к этому видео. Благодарим за присланный фрагмент Трушинского Анатолия Игоревича и ждем ваших видео на разбор. Подписывайтесь на видеоканал Грема и weekend.ru